Всем привет! Добро пожаловать на канал ВТНТ! С вами, как всегда, я Владимир Тишевский. У меня в руках два смартфона. В правой руке Galaxy A10s и в левой руке Samsung Galaxy A10. Оба смартфона являются очень бюджетными смартфонами для Samsung. Это, конечно, не два самых дешевых смартфона. Есть еще дешевле Samsung Galaxy M10, который, кстати, тоже очень похож. Но о M10 мы пока не будем говорить. Сейчас поговорим конкретно о A10s и A10. Прежде всего, стоит отметить, что внешне, особенно на передней панели, смартфоны очень и очень похожи. Несмотря на то, что у Galaxy A10 немножечко меньше рамки, если вы можете заметить, что смартфон имеет чуть-чуть поменьше рамки. И также у него корпус немного поменьше. У A10 75,6 мм ширина, а у A10s 75,8 мм. По высоте 155,6 мм, а у A10s 156,9 мм. Но A10 немного толще. 7,9 мм против 7,8 мм у A10s. Вес оба смартфона имеют одинаковый и полезную площадь использования экрана немного разную. 79% у A10s против 81% у A10s. То есть, как бы у A10s немного получше с этим делом. Но стоит отметить о том, что у A10s объем аккумулятора 4000 мА, в то время как у A10s всего лишь 3400. И это, скорее всего, сказалось на размере. Несмотря на то, что оба смартфона имеют одинаковый размер экрана 6,2 дюйма, у A10s разрешение дисплея немножечко повыше. 1560 на 720 пикселей. В то время как у A10 1520 на 720 пикселей. То есть, плотность пикселей у A10s немного выше. Но и по экрану они немного отличаются. Все-таки детализация, контраст и яркость, сочность цветов на A10 немного выше. Оба смартфона имеют разные процессоры. Если у A10 это Exynos 8-ядерный, причем, что там 2 ядра Cortex-A73 и 6 ядер Cortex-A53. То у A10s это MTK-шный процессор 8-ядерный, по 2 ГГц каждое ядро. И скажу, что это, конечно, нагрузка на батарею ложится серьезная. Оба смартфона имеют по 2 ГБ оперативной памяти, а также 32 ГБ постоянной памяти. Что касается аккумулятора, как я и говорил ранее, но, к сожалению, здесь Antutu неправильно показывает 3900. Вообще 4000 заявлен аккумулятор. У A10 3400. Средний балл производительности у A10s ниже, нежели у A10. 75000 против 88000. Но все-таки Exynos процессор немного помощнее. Также я провел тест памяти, и она у них плюс-минус одинаковая. Например, на A10 на чтение 299 МБ, у A10s 281. Но на запись у A10 102 МБ, а у A10s 111 МБ. То есть плюс-минус одинаковая. Что касается мультимедиа, хочу сказать, что есть как бы одна интересная особенность. На A10 динамик находится на задней стороне, у A10s в нижней. И скажу, что в нижней лучше, нежели на задней стороне. Потому что когда смартфон кладется на стол, или если это будет поверхность не просто стол, а там, допустим, какая-то ткань, то динамик заглушается и очень сильно. Это тоже такая небольшая печалька. Также я вот перевернул, и мне напомнили эти этикетки. Еще об одном отличии. Это то, что у A10s зарядка идет 1,55 А, а у A10 1 А. Это связано с тем, что у A10s немного побольше аккумулятор, и из-за этого требуется немного быстрее зарядка. Что касается камер на A10 и A10s, я сделал ряд сравнительных снимков и видео. Я вам покажу это в отдельном формате. Но давайте я вам покажу просто как бы такой вот прям по месту такой нюанс по фото. Так, мы делаем фотографию A10, делаем фотографию A10s. Теперь на немного отдаленном A10s и A10. Вот такие вот снимочки получаются. Если говорим по фронтальной, то вы знаете, что у A10s 8 мегапикселей камера. Ну, давайте будем смотреть на снимки. Это я специально сделал парочку снимков именно при вас, что вы могли как бы видеть по факту. Ну, предлагаю посмотреть сравнительное фото и видео, и в комментариях написать, где вам нравится больше. Потому что, опять же, то есть я могу высказать свое мнение, а вы можете посмотреть со своей стороны и сказать, что вам нравится больше. Какой из девайсов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Так, фокус есть. Также здесь есть возможность приблизить во время видеозаписи без остановки. Ну, в принципе, что скажете. Можно, кстати, сфоткать во время записи видео. Снимаю видео на основную камеру Galaxy A10s. Не знаю, насколько лучше или не лучше, чем у A10. Но смотрите сами, как вам в видео. То есть, давайте посмотрим поближе на фокусировочку. Оп, быстренько так, раз, раз, раз. Так, что у нас с шумами? Мне кажется, что лучше обстоит ситуация, нежели у других Galaxy этой бюджетной серии. Но, тем не менее. Кстати, переключиться на другую, то есть, широкоугольную часть. Или как это нельзя во время записи видео. Интересно, надо записывать вообще видео во время. Сейчас проверим. Ну, вот так вот, короче, снимает камера в помещении. Снимаю видео на Samsung Galaxy A10. Ветер, солнце, осень. И я снимаю видео на основную камеру. Это 1х зум. Здесь есть возможность двукратного зума во время записи видео. Ну, ветер, конечно, такой. Ух. Так, ну, давайте попробуем двукратный зум. Ну, вот как-то так. Да, на улице, конечно, двукратный зум значительно лучше. Так, вернул на 1х. Так, смотрим на фокусировочку. Под немножко прыгает, но, в принципе, справляется. Так, давайте еще, наверное, вот так вот на виноград. Да, фокусит быстро, норм. Так, айси двукратный. Ну, тоже норм. Снимаю видео на основную камеру Galaxy A10s. На экране смотрится все симпатично. Только что снимал на M10 здесь же. И как-то он, прямо, оно все такое тусклое было. А здесь прям такие яркие, сочные цвета. Может, все-таки бюджет на 7.10 играет решающую роль. Но, в целом, вы можете заметить. Так, давайте поближе. Так, теперь давайте поближе листики. Какие-нибудь объекты. Как фокусировочка. Достаточно быстрая. В принципе, неплохо. Фокусируется. Норм. Снимаю видео на фронтальную камеру Galaxy A10. На улице солнечную, немножко ветреную, теплую, осеннюю погоду. Так, давайте будем смотреть, как адаптируется, как работает камера в очках. Потому что невозможно находиться, солнце светит. Так, а, идея. Можно зайти в тень, чтобы увидеть, как... О, ну так-то получше. Кушаю вкусняшку. И записываю видео для вас. Еще букашка ко мне какая-то пристает. Так, а это у нас бельевая нитка. Норм. Снимаю видео на фронтальную камеру Galaxy A10s. Могу сказать, что в отличие от A10 и M10, здесь более широкоугольная фронталка. И это мне нравится больше. Так, смотрим на адаптацию по яркости, по цвету. В общем, звук оцениваем. Вот. Как вам видео на фронталочку. Так, вот еще можно зайти в тень. И здесь... Не знаю, наверное, норм. Так, еще на фоне синего неба. Эй, мое лицо не особо распознает. Бюджетники. Эх, бюджетники, так бюджетники. Итак, друзья, подведем итоги A10 и A10s. Чем A10s стал интереснее? Тем, что здесь добавили аккумулятор. Лучший, более качественный поставили экран. Также поставили сканер отпечатка пальцев. Двойную камеру. 8 мегапикселей фронтальная против 5 на A10. Также изменили местоположение динамика. Также есть немного отличия то, что регулировка громкости клавиша включения здесь на одной стороне, здесь по-разному. Лоточки у них по сим-картам одинаковые. Ну и по размеру, по весу они практически одинаковые. Хотя чехлы точно не подойдут. Ну, из-за разного размещения клавиш. Ну и все-таки они чуть-чуть разного размера. Напишите в комментариях, какой вам из девайсов нравится больше. И каким пользуетесь вы. И какой вы считаете целесообразным купить. Что касается лично меня, то при внушительной разнице в цене. То есть, чтобы этот смартфон стоил где-то на 10-15 долларов дешевле. В принципе, можно брать и A10. Хотя мне больше всего нравятся последние модели. И экран все-таки у A10s мне нравится больше. Наверное, из-за экрана, так как мне приходится всегда смотреть в экран, я выбрал бы A10s. Но это достаточно сложный выбор. Наверное, в моем случае играла бы роль цена. Если цена практически одинаковая, то A10s. Если цена у A10 существенно ниже, то A10s. И на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, смотреть другие интересные видео. Всем пока. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok